МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдел ГИБДД сообщает, с 8 по 14 мая на территории Углического муниципального района зарегистрировано 14 ДТП, пострадавших нет. 8 мая на перекрестке улиц Свобода и Октябрьская водитель автомашины «Шевроле» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2114. 9 мая на перекрестке улиц Пролетарская-Шевченко водитель автомашины «Шевроле» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2109. 12 мая на улице Ярославская водитель автомашины «Митсубиси» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2107. В последующем автомашина ВАЗ-2107 совершила столкновение с автомашиной «Форд». 13 мая на улице Портовая водитель автомашины ВАЗ-2171 совершил столкновение с автомашиной «Тойота». 13 мая в микрорайоне «Цветочный» водитель автомашины «Киа» не убедился в безопасности маневра. «Задний ход» совершил наезд на автомашину «Опель». За истекший период за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 109 участников дорожного движения. Из них 4 водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. К одному избрано мера наказания в виде административного ареста. По трём принято решение о возбуждении уголовных дел по статье 264 Прим. 1 УК РФ. Отдел надзорной деятельности информирует. В период с 25 апреля по 16 мая на территории Угличского района зарегистрировано 5 пожаров. Два человека погибли, трое получили травмы различной степени тяжести. 28 апреля произошел пожар жилого дома в деревне Савина Слободского сельского поселения. Огнём уничтожено строение дома по всей площади. Мужчина 1958 года рождения и женщина 1960 года рождения погибли. Три человека получили травмы различной степени тяжести, ожоги и переломы. Причина пожара устанавливается. 4 мая произошел пожар частной бани в деревне Поповка Слободского сельского поселения. Строение бани, а также расположенные в непосредственной близости с ней сарай и две бревенчатые бани, уничтожены огнём по всей площади. Причина пожара – неисправность печного отопления. Ночью 10 мая сгорела автомашина ВАЗ, припаркованная на обочине дороги Углич-Ростов. Причина пожара – поджог. В этот же день произошел пожар в частном жилом доме по улице Луначарского города Углича. Огнём повреждены внутренние помещения дома и имущества на площади 42 квадратных метра. Уничтожено имущество внутри помещения кухни. Причина пожара устанавливается. Ночью 15 мая в деревне Мелентьево Слободского сельского поселения загорелся автомобиль УАЗ. Автомобиль уничтожен огнём. Причина пожара устанавливается. Указом губернатора Ярославской области номер 129 от 30 апреля 2019 года на территории области введён особый противопожарный режим сроком на 21 день. Запрещено посещение лесов, въезд в них транспортных средств, кроме занятых на лесохозяйственных и лесовосстановительных работах. Работах, связанных с выполнением противопожарных мероприятий, мониторингом пожарной опасности в лесах и тушением лесных пожаров, а также при осуществлении охраны объектов животного мира и Федерального государственного охотничьего надзора. Разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. Будьте осторожны с огнём, ваша безопасность зависит от вас. В случае любого происшествия незамедлительно обращайтесь в службу спасения. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.